Всё, так должно быть норм. Когда я открыл глаза, мой взгляд был устремлён на огромный потолок. Знакомый потолок. А когда я поднялся, то обнаружил, что кто-то смотрит на меня. Знакомое лицо. А что произошло? А, это после смерти? А, ты проснулся? Наконец-то. Ты в порядке? Не время дрыхнуть, поднимай свою задницу. А? Ты был без сознания, чувак. Мне пришлось притащить тебя сюда. Неудивительно, учитывая, что произошло. А, что произошло? Пиздец. Ай, ты в порядке? Так это был не сон? То, что я видел. Мне не приснилось? Да. Бля, тебе не приснилось. Саяка мертва. Тёмное глубокое отчаяние... Бля, везде отчаяние. Ёбаная отчаяние. У меня монитор выключился. Алё. Алё. А, всё. Бля, тёмное глубокое отчаяние пронеслось сквозь моё тело и вырвалось наружу. Я подскочил и попытался убежать. Эй, куда это ты собрался? Мне надо самому это увидеть. Мне надо посмотреть. Вдруг Саяка... Вдруг Саяка... Можешь смотреть хоть раз, хоть два. Да хоть тысячу. Саяка мертва абсолютно и бесповоротно. Нет. Я должен увидеть это сам. Да послушай ты. Чё по-твоему изменится, если ты пойдёшь туда? А, а что изменится, если мы просто будем сидеть здесь? Зачем мы вообще сидим в спортзале, когда у нас такое вот творится? Наша подруга Саяка, она... Она мертва. Да ты шо, реально что ли? Мертва. Когда я это сказала, ко мне наконец пришло понимание. Она действительно погибла. Никто сейчас не хочет здесь находиться. Тогда почему? Разве это не очевидно? Монакума сказала нам здесь собраться. Погоди, не говори так. Мы все были против. В смысле? Это он отрицает, какую фразу я не поняла. В смысле, все мы помним ужасную участь, которая постигла Саяку. Ну, авто, какой у меня авто. А, я поняла. Я по привычке на пробел нажимаю, потому что я играла в другие визуальные новеллы. Там типа на пробел и на кнопку мыши листать дальше по тексту. Поэтому я привыкла и иногда сюда, иногда сюда, и поэтому авто включается время от времени. Я уговорила всех прийти. Сейчас нам нужно делать то, что он говорит. Мы его заключенные, так ведь? Сопротивляться ему без причины плохая затея. Нам не нужно еще больше жертв? Почему мы вообще должны слушаться его? Очевидно же, что он и убил Саяку. Я бы никогда такого не сделал. Блять. Неважно. В этом ты можешь быть уверен. Опять он. Пока кто-нибудь не нарушит школьные правила, я вообще вмешиваться не собираюсь. Ебать, я не помню, что у меня такой стикер есть. Могу пообещать вам, что я не буду делать ничего, чтобы противоречило цели вашей школьной жизни. В сафари парков по всему миру, блять, он сравнился с животными, нахуй. Но, но. Я известен как самый законопослушный медведь. Противоречило, против... Ну, все, противоречило, я могу сказать. А еще я хочу... Можно я опять в настройке? Ой, блять, не здесь, вот здесь. А, нет, вот так и вот так. Нет, вот так. Нет, подожди, как? А, вот так. Что-то все равно слишком... Тихо. Ой, не то. Так, музыку я потише сделаю. И эффекты, и речь погромче. Все. Должно быть новым. Тогда кто это сделал? Кто убил ее? Мака, мака. Мака, мака. Что он сказал на... Музыка во время расследования. Да. Хорошая, хорошая. Да вы уже и так знаете ответ. Ее убил один из вас. А, кстати, а кто это мог быть, блять? Так называемая бокс 15. Это та, которая прошлая была? Никто не повернил слово. Не слово. А, а я думала, что вот та, которая прошлая была, это уже как бы, ну, как бы начало, как будто. Ну, ладно. Ладно, я думаю, у меня еще будет время подумать на этот счет. Но пока я вообще хер знает, кто это мог сделать. Один из нас убил Саяку. Глупость. Это... Да что с вами? Вы выглядите словно в ваш... На наших... Блять. На ваших глазах только что воробья из пушки расстреляли. Да ты шо нахуй? Правда? Пу-пу-пу-пу-пу. А, там еще улики исконебно. Я помню, я... Когда было помельче, я начинала смотреть аниме по Данганромпе. И вообще не помню, что там про улики. Я помню, что там был суд. Он был довольно красивый какой-то. Возможно, это ложные воспоминания. И там еще была какая-то девка. Которая... Типа как Монокума. Только девка какая-то. Как бы хуманизация, так скажем. И она вроде не медведь, а зайчик была. Короче, вообще очень плохо помню, что там да как. Вы что, не помните, что я сказала, когда все это началось? Один из вас решил убить Саяку, чтобы выпуститься. В смысле, почему выпуститься? А, типа из школы выпуститься. Я думала... Короче, ладно. Все, у меня нет вопросов. Кто-то из вас просто последовал правилам. Так что с этим все в порядке. Вы же врете, правда же? Конечно, врет. Говорю вам, он ее и убил. Неа. Один из вас стал настоящим убийцей. И этот человек прекрасно это знает. Прекрасно. Да, я помню то, что убей. Если никто не понял, ты единственный... В смысле, ты что, блядь? Единственный, кто выйдет, может? Погоди, если ты убьешь, и никто это не поймет, то, что это был ты, ты выйдешь. Или ты останешься единственным, кто выживет. Я не поняла, нахуй. Что? А. А. Погоди. Че? А я думала по-другому. Бля. Я думала, что, типа, ты убиваешь, никто не понимает, что это был ты, и тебя выпускают. Остальные остаются. Ебать. Подожди, а если ты убиваешь... все думают на другого человека... А, ну, это то же самое, блядь. Ебать. Как они так долго прожили? Типа. Ладно. Что? Сам того не осознавая, я оглядел всех вокруг. У всех было одинаковое выражение лица. Они все думают, что это он, блядь. Очевидно, нахуй. Все смотрели друг на друга с подозрением, страхом и недоумением. Ты... Кто-то... Кто-то убил кого-то? Кого-то, блядь. Кто-то кого-то. Если тебя обнаружили, казнь над тобой. Ну, это понятно. Это логично. Окей. Странно. Странно, конечно. Как они так долго выжили? Потому что я помню, там, типа, по аниме очень много кого убили. Я точно помню, что убили качка. Вот ее, кстати, не помню, что убивали. Странно. Или это не по этой части аниме? Очень, блядь. Удивительно, на что некоторые способны. Эй, придохмозите. Не нужно верить ему на слово. Достаточно. Прежде всего, мне бы хотелось, чтобы местная плюшевая зверюшка кое-что подтвердила. Если один из нас действительно убил ее, то этот человек выпустится из этой школы, так? А? Не строй из себя дурачка. Ты так и сказал. Если кого-то убьешь, то сможешь уйти. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ладно. Окей, допустим. Пу-пу-пу. Хо-хо-хо. Че ты смеешься? Потому что... Наивные. Вы все такие наивные. Думали, это так просто? Мол, убьете кого-нибудь и в припрыжку свалите отсюда. Супер наивные. Дьявольски наивные. Адски наивные. Нет, нет, нет. Все еще... Все еще только начинается. Только начинается? Вы готовы? Тогда позвольте мне рассказать вам про вторую часть правила о выпуске. Бля, то есть он не сказал об этом изначально? Че? Я дум... Бля, я капец. Я капец за тупок получается. Я думала так. Что он изначально сказал все правила. То есть, типа... Ну вот вы убьете. Та-ла-ла-ла-ла-ла. И как бы все. А так он, получается, подставляет первого убийцу. То есть, типа... Он же говорил, правила могут дополняться по ходу игры. Ебать так. Он же может вообще переворотить все нахуй. Пиздец. Пиздец. Мне просто реально... Так, чел, который убил, он... По факту, он же думает, ну вот я убью и выйду. Он даже, скорее всего, не обдумывал. Ну, как-то секретненько все это сделать, что ли. И по факту получается, что ему говорят, а вот, а надо было... По-скрытненькому. А надо было хорошенько думать. Че за... Ладно. Как я уже говорил, если вы хотите уйти, вы должны убить кого-то. Но тем не менее, даже если вы это сделаете, это еще не все. Ты говоришь про школьное правило номер 6? Любой, кто убьет своего одноклассника и станет запятнанным, сможет выпуститься, если его не обнаружат. А, так это все известно, получается. Если ты тот... Если ты тот запятнанный... Запятн... Запятн... Неважно. Что совершил убийство? Нельзя, чтобы об этом узнали другие ученики. Ты ведь говоришь именно об этом, не так ли? А, то есть все равно, как бы, не совсем... Ну, да, ладно. Бинго. Убить кого-то недостаточно. Вам еще нужно выйти сухими из воды. И, естественно, нам нужна система, которая сможет это оценить. Поэтому, как только... После убийства пройдет определенный промежуток времени, начнется классный суд. Классный суд. Заебись. Мне понравилось. Там печеньки выдают на входе. Очень тепло и уютно. Классный суд. Он начнется через несколько часов после убийства. Ебать. А хотя бы через день, не? Классный суд. И трупы замечательные. Блин, а как я за несколько часов должна найти достаточное количество улик? не, хотя если там ну, четыре, пять, шесть, может быть, что-то еще и найдешь. Ебать. Хочешь жить в Мивертец, получается. Ты же не одна? Ну, да. Каждый ищет. Бля, это такое амогус реально. То есть, чулы все притворяются, что ищут, а один, как бы, импостер, и он, наоборот, может заметать улики в процессе. Ебать. Все соберутся вместе, включая запятан. Блядь, сука. Я почему-то читать разучусь. Хотя я умела раньше, что ли. Который совершил убийство. А потом он и остальные участники схлестнутся в решающем поединке мнений. Зови его импостер. Реально. Так гораздо проще. Почему тут три меня и три каких-то девки? Во время суда вам нужно будет предоставить ваше мнение о том, кто по-вашему является импостером. Это куклы? А почему одни похожи на меня, а другие ни на кого не похожи? И как только все подойдет к концу, решение будет приниматься по результатам голосования. Если ответ, который вы дадите, будет верным, тот, кто нарушил ваш покой понесет наказание, а остальные же смогут вернуться к своей спокойной жизни. Но если вы выберете неправильно, тогда тот, кто смог совершить убийство, может выйти сухим из воды, выживет, а остальные будут накажены. Накажены. Женская версия похожа на другого вообще пирса, либо из второй части, либо из на Б. Окей. Что, конечно же, означает конец вашей школьной жизни. Он такой прикольно, конечно, что он недоговаривает, но как бы говорит по факту правду, но чуть-чуть как бы недоговаривает, что на самом деле вас убьют, а не просто закончат вашу школьную жизнь. насчет правил классного суда у меня все. Бля, реально похоже. Что конкретно вы имеете ввиду под словом наказание? Проще говоря, казнь. Казнь? Под казнью ты имеешь ввиду? Казнь есть казнь? Казнь. Электрический стул. Ядовитый газ. Кик хер. Разорванная часть как бумажный самолетик в непогоду. Так, на всякий случай. Если мы правильно определим преступника, то умрет только он, но если ошибемся, нас всех казнят? Какой умный шимпансенок. Блядь. Только посмотри на себя, строишь из себя невинного, не говоря этого напрямую. По сути, это то, что внешний мир называет народным судом. Что-то вроде суда присяжных. это означает, что решать, кто же убийца будете вы сами. Но судите с осторожностью, так как на кону стоят ваши жизни. А теперь давайте я добавлю это правило в ваши карточки. Обязательно его запомните. Стой, подожди секунду. у тебя совсем крыша съехала? Классный суд. Это что еще такое? Не хочу иметь с этим ничего общего. Почему? Это действительно почему? Убить а расщеленить. В смысле, блин, почему? Зачем мне тратить свое время на то, чтобы узнать, кто кого убил? Что? ты говоришь, что не собираешься участвовать в суде? Такое кощульство не останется безнаказанным. Безнаказанным? Я могу, не знаю, кинуть в себя темную, кинуть тебя в темную, глубокую, страшную тюрьму или что-нибудь в этом роде. Заткнись нахер. Говори, что хочешь, я не собираюсь в этом участвовать. Не будь такой эгоисткой. Это я еще эгоистка? Убивай кого хочешь, но ко мне это не имеет никакого отношения. Ебать, он что? Извращенец. Он сейчас будет. Что будет? Она мне нравится, я не хочу, чтобы его гоняли или убивали. Зло стоящее передо мной. Я дрожу от страха. Но я не собираюсь сдаваться такому злу. Я всегда сопротивляюсь до самого конца. Если ты очень хочешь отсюда выбраться, тебе сначала придется пройти через меня. Сказав это, он рванул к нам. Хотя это было больше похоже на ходьбу в развалку. Но затем почему письку не показали? Почему не показали? Я требую отмены теней в этой игре. Увы, вечно, блядь. Ну как? Ну почему? Ну что, устраивает? А тебя? А? Насилие против директора монокомы категорически запрещено. Ты нарушила скольное правило. Я взываю к могучему заклинанию призыва на помощь. Ко мне божественное копье гнир. Че, бля? Что? А? Это ведь не должно было? Почему я? Ебануться, кости гнуться. Хуя шашлык. Бля, я реально не ожидала. Я думала, ну ее шоком шандарахнут. Не знаю, ну, бля, че, вода. Туга. Ш. Внезапно в самом конце ее глаза широко воскрылись и больше она не двигалась. Что? Нет. Это какой-то розыгрыш. Невозможно. Я не разбрасываюсь пустыми обещаниями. Я действительно хотела избежать ненужных смертей. Но, видимо, без жертвенного огнца. Огнец. Огнца. Ага. не обойтись. Ах, вот она сила обещания. Ну, теперь-то вы понимаете, да? Я абсолютно серьезен. Если будете сопротивляться, я из вас швейцарский сыр. Швейцар сви... Сука. Вкусный сыр. Или взорву. Или закопаю заживо. Или короче, если не хотите такой же участи, лучше вам следовать школьным правилам. Бля, пиздец. Те ружинка нашпигованную копьями. Я, конечно, представляла, что ее нашпигуют, но не такими копьями. Под ним стало образовываться лужа крови. Я впервые увидела, как умирает человек. Но взгляда было достаточно. журнка, которая была нашей подругой несколько минут назад. Мертва. Убита. Уничтожена. Пошел я на это вашей иглу, Калфин. Бля. Это случилось так внезапно. Так вот какова смерть. Нечему тут удивляться. Она просто умерла. Это самый обычный труп. Это так же очевидно, как неминуемая гибель человечества. Это так же естественно, как неизбежный конец света. Это не какая-то ролевая игра. Можете сколько угодно колдовать его резилия, она не вернется. Нет, это та самая настоящая реальность. Зачем ты ее убил? разве не собирался посадить ее в заключение? Я передумал. Он первой спиной повернулся. Бля, вот чисто следуя канону вселенной, что? Что такое? Существует абсолютный варщик зелий? Бля, может ли он воскресить сука? Это хороший вопрос, мне кажется в рамках этого шоу нет. А еще мне кажется я слишком насыщенность убавила. Давай чуть-чуть поярче сделаем. А, это не насыщенность была, что-то было? Контрастность? Нет, контрастность. блядь, что это было? Не баланс белого, не четкость. Ладно, окей. Вроде все равно лучше стало. А, нет, это насыщенность все-таки была. Ну, все, уже нормально. Я не предусмотрел ее убийство? Предусмотрел? Как это выговорить? Предусмотрел? Я предусмотрел... Я короче я предусмотрел ее убийство? Ты это хочешь сказать? Эй, я монокома. А, ну, это не особо важно. У меня для вас есть еще кое-что, что поможет в поисках импостеров. Ну, как-то, блядь, сложное слово предусмотрел. Блядь, что за такого не существует? Это он дурак какой-то. Я собрал для вас папку с некоторой информацией о трупе. Я называю ее файл монокомы. Все-таки вы в этом полные профаны. Вы бы не смогли подобного подробно изучить тело. Так что я собрал для вас всю информацию о теле и причинах смерти для вас. Почему блядь, сука, можно без повторений в одном предложении? Это звучит некрасиво. Вам интересно, откуда я сдаю причину смерти? Я все видел от начала и до конца. Потрясающе, сука. В потрясающе высоком качестве на своих камерах наблюдения. Сука, извращенец, ебаный. О, Саш, привет, да, пропустил, пропустил, конечно. Так, ты знаешь, кто убил Саяку? Разумеется. Если бы я не знала, я бы не смог судить ваше решение на классном суде. Так ведь? Да, ты должен судить справедливо. Я немного рада это услышать. Супер, какая милашка. Ну, отлично. Тогда удачи вам с расследованием. Она вам понадобится. Делайте, что посчитаете нужным. Увидимся на классном суде. Сука, эти звуки. Подержатели ручек, ежик. Это второй, это второй. И на этом монокомо исчез, оставив нас в замешательстве. Сбитыми с толку вместе с уродованным телом Джунка. Но зато в этом есть плюсы. У нас меньше подозреваемых. Так пока не знаем. Суда даже первого не было. Какое-то время никто и звука поранить не смог. Не мог. Разумеется, мы были шокированы внезапными смертями Саяки и Джунка. Но дело не только в этом. Кто-то в этой комнате убийца. И кроме того, если мы не найдем убийцу, мы все будем наказаны. Мы смотрели друг на друга с недоверием. Может ли все стать еще хуже? Однако, несмотря на всю ужасную аномальность нашего положения, она не выглядела ни капли обеспокоенной. Кто? А? Думаете, сейчас время впадать в прессию? Кроме того, параноидальное недоверие, как и слепое, доверие приведет только к автострой. Я кофе все сварила. Сделала музыку погромче. Окей, сейчас. Одна из самых прикольных из кастах. Ха? Че? Мы должны работать вместе. Впрочем, сами решайте, кому верить, в ком сомневаться. Действительно, оплакивающий... оплакивание усопшим нам сейчас совсем не поможет. Не говори такое. Но я ведь уже говорила, те, кто не смогут приспособиться, умрут. Только смерть ожидает тех, кто не способен или не желает приспособиться. Что посеешь, что и пожнешь? Это ужасно! Как ты можешь такое говорить, особенно в этой ситуации? Сейчас самое главное выяснить, кто убийца. Если мы не справимся, то все будем казнены. Абсолютно точно. Пора начать охоту. Как бы то ни было, нам этого не избежать. У нас нет выбора. У нас нет выбора. Мы просто должны все выяснить. Казнь! Ага, сейчас! Он меня не убьет. Так, погнали! Блядь, как же я себя иногда сдерживаю, чтобы не сказать лишнее. Давай, держись, сука. у нас нет другого выбора. Каждый из нас говорил это себе, словно пытаясь придать себе уверенности. Да, мы должны. Как бы нам не хотелось этого избежать, мы обязаны. Наш единственный шанс сохранить свои жизни. А, наш единственный шанс сохранить свои жизни. Другого выбора нет. Кроме того, я должен узнать, почему Саяка была убита. Почему именно она? Я и сам боюсь ответов, но я должен узнать. Если я не узнаю, то никогда не смогу смириться с ее смертью. Блядь, если ты не узнаешь, то ты умрешь. И поэтому у меня нет выбора. Так, все с липсингом. У меня все совпадает четко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА